Что делать, если геном большой? Вот уже первая статья про сборку генома пшеницы появилась в 2012 году, там N50 было 2 килобазы, то есть совсем-совсем мало. И в этом году появилась статья с более лучшим геномом, но N50 все равно 20 килобаз, и что с этим делать тоже не совсем понятно, но люди все как-то пытаются изучать пшеницу. Что же они делают? Они исходят из такого предположения, что зачем нам геном? Мы же все равно хотим изучать гены. То есть это очевидная идея. И соответственно мы можем взять РНК, просто секвенировать его, то есть транскриптом, и дальше пытаться понять, какие гены нам нужны оттуда, и что с ними делать. Это вот большое преимущество подхода к сборке транскриптома как раз в том, что мы за небольшие деньги можем получить информацию какую-то полезную даже о большом геноме, который даже огромный международный консорциум до сих пор не может собрать. Но, соответственно, не все так просто. Проблема начинается уже на стадии подготовки образцов, так как в отличие от генома в каждой клетке организма у нас не одинаковый транскриптом. Еще даже в разные времена тоже транскриптом разный, поэтому при подборе образцов для секвенирования мы должны взять как можно больше тканей и в разные моменты времени. Еще если при различных стрессах тоже могут возникать различные транскрипты. Вторая проблема состоит в том, что у нас, когда мы изучаем транскриптом, мы на самом деле изучаем большое количество РНК. И вот эти транскрипты, они могут быть представлены в образце в разных количествах. То есть и ситуация такая, что 80% ридов дадут 20% транскриптома. Вот здесь, допустим, это транскриптом бабочки, личинки бабочки. По вертикальной оси у нас покрытие, а по горизонтальной количество транскриптов. Очевидно, что большая часть транскриптов, она представлена с очень маленьким покрытием. И когда мы будем это анализировать, мы, скорее всего, увидим только меньшую часть транскриптов. А чтобы что-либо анализировать о слабоэкспрессирующихся, то есть о слабо представленных, нам нужно секвенировать с большей глубиной. Еще другая проблема с транскриптом состоит в том, что больше всего экспрессируются рибосомные гены. И если от них как-то не очищать образец, то, скорее всего, мы увидим только рибосомные гены. И совсем-совсем чуть-чуть остальных. То есть, ну, есть сейчас большое количество протоколов, которые способны с этим справиться. Еще одна проблема – большая зависимость покрытия разных концов транскрипта в зависимости от используемого протокола. Здесь тоже по вертикальной оси, соответственно, какая-то усредненная позиция по транскриптам, то есть по горизонтальной, по вертикальной покрытии. То есть, очевидно, что мы на секвенирование подаем не полный фрагмент транскрипта, а какой-то его фрагмент. То есть, и вот в зависимости от того, на какой стадии, на стадии РНК, либо уже после обратной транскрипции на стадии КДНК, перед секвенированием мы фрагментируем фрагмент, мы можем увидеть либо центр транскрипта, хорошо покрытый, и концы с меньшим покрытием, либо вообще потерять 5 штрих-конец. И это тоже большая проблема. То есть не следует ожидать тоже, что нам будут удаваться собираться полноразмерные транскрипты и, соответственно, полноразмерный белок, оттуда мы можем получить. Соответственно, вопрос. Чем сборка транскриптомов отличается от сборки геномов? При сборке геномов мы ожидаем, что у нас ДНК покрыта ридами равномерно и только вот есть в местах повторов какие-нибудь отклонения покрытия. В случае же транскриптов, во-первых, мы собираем не какой-то набор больших последовательностей, а где-то тысячи маленьких последовательностей, и покрыты они совершенно неравномерно. Отсюда вывод, что просто взять, допустим, обычный сборщик, типа спейдоса даже, хотя он и очень хороший, и засунуть туда транскриптомные данные, мы получим на самом деле не очень хорошие результаты. В действительности мы точно получим плохие результаты. Я пробовал так делать, ничего хорошего не получается. Еще одна деталь. Все ли знают про экзон-энтеронную структуру генов? Кто знает про экзон-энтеронную структуру генов? Я думаю, все, соответственно, ну приблизительно. Соответственно, геновые кориоты, они как бы разбиваются на такие области, экзоны и энтероны. Соответственно, экзоны, они, если грубо говорить, входят в состав белка. Ну если мы опустим то, что есть там нетранслируемые области, а энтероны вырезаются. Соответственно, каждый ген может порождать несколько различных белков. В данном случае у меня показано как бы две изоформы. Один ген, он может давать две различные изоформы, так называемые. Соответственно, в чем идея? Идея в том, что каждый ген можно представить в виде такого специального вида графа, где вершинами будут, соответственно, экзоны, а ребрами будут энтероны. И каждый из путей в этом графе, он будет представлять из себя изоформу. Ну то есть предполагаемый белок, предполагаемый транскрипт. Соответственно, задача на самом деле сборщиков, транскриптомных, это реконструкция вот такой вот структуры. Ну то есть на самом деле это единственное, что они могут сделать, а потом они могут каким-то дополнительным данным, найдя пути в таких графах, реконструировать транскрипты. Как это делается? На самом деле первый этап сборки, он практически такой же, как у геномного сборщика. То есть мы опять же получаем камеры, строим из них граф, потом в этом графе пытаемся по различным структурам понять, какие ошибки. Ну и в результате у нас получается много-много вот таких вот сложных разветвленных графов, которые в принципе по структуре очень похожи на предыдущий, но и рассказанный сплайс граф. А как из этого графа получаются транскрипты? Здесь просто сборщик, он используя различные вристики, ищет пути. Причем разные сборщики данные пути могут строить разными способами. Некоторые сборщики вообще возвращают все возможные пути, им можно указать ключ, что ограничит количество генерируемых транскриптов, потому что он может из одного такого графа сотни тысяч транскриптов настроить. Некоторые делают все более консервативно, то есть они пытаются понять, какие есть ли для данного пути подтверждающие риды, и, соответственно, выдают значительно меньше транскриптов. Это вот на стадии обработки уже результатов создают огромные проблемы, потому что с результатами транскриптовных сборщиков надо быть очень осторожным. На самом деле сборщиков очень много, причем есть, которые построены на Debrion графах, также есть построены на предыдущей парадигме, то есть на графах перекрытий, когда мы ищем перекрытие между ридами, построим специальный граф. Из вот таких достаточно популярен Нюблер, там благодаря некоторой переформулировке проблемы удалось уйти от… Дима рассказывал про Гамильтонов цикл, да? Все ли поняли вот эту всю историю с Гамильтоновым циклом? Ну, значит, там идея такая, что если мы строим просто граф перекрытий, то с ним разобраться очень сложно. Там очень сложный алгоритм, нужно перебирать различные пути, это занимает очень много времени, и все очень плохо. Но была придумана переформулировка этой задачи, которая позволила сделать ее такой же простой, как в случае Debrion графов. И вот на этом как раз построен Нюблер. И поэтому он сейчас широко применяется для… Если… Ну, сейчас я дальше расскажу. Я дальше расскажу про Trinity и про Нюбл. Почему про них? Потому что Trinity достаточно хороший сборщик для Иллюмина данных, а Нюблер достаточно хороший сборщик для данных n-протона, n-торрента. Это как бы вторая распространенность и система в России, наверное. Хотя не факт, может и первая. Потому что Иллюмина у нас здесь не очень любят. Больше любят почему-то n-торрент, наверное, потому что не дешевле. Значит, Trinity. Trinity достаточно интересная программа, потому что она… Это исключительно транскриптовый сборщик. А еще здесь не нужно… И он построен на Debrion графах, но причем здесь не нужно задавать камеры. То есть программа очень простая. В ней просто указываются, какие внутри нее входят данные, и дальше она все делает сама. И настраивать ее практически не нужно. И плюс к ней имеется огромное количество тулов. То есть там вот первое тулов – это для нормализации ридов in silica. То есть благодаря этому тулову удается как бы выровнять покрытие транскриптов на основе анализа встречаемости камеров. Так, требования по памяти. Значит, такая история, что этот сборщик работает на одном миллионе ридов где-то от получаса до часа на одном процессоре и занимает где-то 1 гигабайт оперативной памяти. То есть на самом деле, к сожалению, его не удастся использовать на ноутбуке для какого-нибудь разумного датасета. Может, для дрожжей удастся. Чтобы собрать транскриптом дрожжи, можно удастся его использовать. Он состоит из трех этапов. Почему троица? Причем они не совсем классические для Debration сборщика основанных Debring Graph. Вот здесь они описаны. Собственно, я не буду, наверное, вкрываться в детали. Вот как он запускается. Очень просто. Здесь указывается тип данных. Потом необходимо указать размер памяти для первого из его алгоритмов. Сюда рекомендуется ставить где-то, наверное, максимальное число памяти, которое есть на компьютере. И, собственно, указываются риды. Я здесь указал 4 гигабайта. По идее, если его запускать на ноутбуке, то сейчас все ноутбуки обладают памятью в 4 гигабайта в среднем. Сейчас уже, наверное, больше. Также можно указать количество CPU. Директорию по умолчанию, куда складывать выходные файлы. Еще важный ключик — это full clean up. Так как, если его не указать, Trinity оставит все свои промежуточные файлы. А их очень-очень много. Допустим, вот для 30 гигабайт входных данных он создает терабайт промежуточных файлов. То есть можно так очень просто забить себе винчестер, запуская много-много сборов. И еще для Trinity, чем хороша, из нее можно сделать отличный пайплайн, чтобы прям вот загрузить ngs-риды в нее и получить в конце функциональную аннотацию. То есть понять, какие белки получились в транскриптах и приписать им еще и функции. И плюс куча всяких скриптов для анализа результатов сборки. И Нюблер. Нюблер, как я говорил, он сначала был разработан фирмой Roche для технологии 454. Но технология OnTorrent, она очень похожа на технологии 454. Собственно, один и тот же человек их разработал. И ошибки у нее точно такие же, как у 454. Поэтому этот сборчик хорошо подходит и для OnTorrent, и для Proton данных. Все знают, да, про OnTorrent на первой лекции? Маша Лугачева должна была рассказывать про них. Он не очень любит OnTorrent. Значит, с Нюблером такая история. Он ставится под Linux, но у него есть достаточно удобный пользовательский интерфейс. Также с ним можно работать и с консоли. Но это не очень удобная задача, потому что он как бы эмулирует здесь работу из интерфейса. То есть сначала создается проект, потом к нему добавляются риды, а потом он запускается. То есть нужно, чтобы запустить сборку, надо запустить кучу программ. Еще одна деталь, что на самом деле этот сборщик геномный тоже. И ему, когда он собирает транскриптом, ему нужно указать вот этот ключ. Все. Тут тоже указывается число процессоров. И можно указать такой ключик, что если есть много памяти, он может сохранить всю информацию о ридах в памяти. Тоже очень полезный параметр, потому что он позволяет ускорить значительную сборку. Про результаты Нюблера. Нюблер создает, дает контиги, которые получаются отдельно, и, соответственно, транскрипты. Он их называет изотигами. То есть они составлены из контигов. И кучу разных файлов. Здесь вся метрика. То есть ее считать не надо. Здесь информация об N50, количестве контигов и так далее. Потом он контиги складывает в два файла. В одном все контиги, больше 100 пар нуклеотидов, и еще большие контиги, которые больше 500 пар нуклеотидов, он тоже складывает в отдельный файл. А изотиги лежат тоже в отдельном файле. Дальше я буду рассказывать про то, как анализировать транскриптомную сборку. Тут нужно сразу ввести терминологию, потому что результаты транскриптомной сборки называются по-разному у разных создателей сборщиков. То есть их и контигами называют, и транспрагами, и изотигами, и скафолдами. Я дальше их буду называть контигами для простоты. А риды, которые не вошли в сборку, то есть не все риды оказываются внутри контигов, я буду называть синглитонами. Это так их обычно называют. Как же оценить качество транскриптомной сборки? Самый простой способ, это, конечно, посчитать все те же параметры, которые используются для геномной сборки. Допустим, N50. Но что будет значить здесь N50? Если очевидно, что для сборки генома, чем больше N50, тем лучше. Для сборки транскриптома это не совсем так. Здесь нужно ожидать какой-то N50. То есть если мы вообще не представляем, какого размера у нас гены, какого размера белки у данного организма, понять, хороша ли сборка, наверное, не совсем получится. То есть вот, допустим, для растений все ожидают где-то приблизительно N50, около 1900. На самом деле меньше, там 1100-1200 получается, но считают достаточно хорошим результатом. Для человека живут N50 чуть-чуть побольше. Потом еще достаточно хороший параметр это прокартировать чтение обратно на сборку. То есть что это сделать? Это взять чтение и попробовать найти их вхождение в сборке. То есть к какой части сборки они относятся. Что интересно, удается картировать только 60% ридов в среднем. Потому что сборщики, которые основаны на Debring Graph, они на самом деле работают не с ридами. Они работают с камерами. То есть они как-то кромсают риды, и вы знаете, рид может не ложиться на сборку. Поэтому 60% ридов, когда картируется больше, это вполне себе нормальный результат. Если больше 80%, то сборка вообще отличная. Потом еще очень важный параметр это посчитать, сколько получилось вот контингов. Их должно быть приблизительно столько же, сколько генов. Но на самом деле чуть-чуть меньше. То есть если, допустим, у вас у организма 25 тысяч генов, как у орбидопсиса, то если вы получите 20 тысяч, то это очень хорошо. Потому что, как я говорил, не все гены экспрессируются в тех тканях, из которых вы, допустим, получили образец. Еще оценивают среднее покрытие контигов. Еще интересный параметр – это как число уникальных параноклеотинов. То есть это какая идея? Идея та, что если мы когда из Splice Graph получаем кучу разных транскриптов, у нас получится куча-куча одинаковых контигов. Если их друг с другом сравнить, если есть контиги, которые содержат и оставить только те участки этих контигов, которые уникальны, просуммировать это и сравнить разные сборки, которые получились, чем больше вот таких уникальных участков получилось, тем на самом деле сборка получается лучше. И еще оценивают число контигов больше 1000 параноклеотинов. То есть ожидается, что ген на самом деле больше, чем 1000 параноклеотинов. Поэтому если очень много таких генов, то это тоже очень хорошо. Это такие методы сборки, если мы вообще ничего не знаем об организме, совсем какие-то приблизительные сведения. Если же у нас есть какая-то база данных белков близких к организму, можно попробовать сделать аннотацию. То есть что сделать? Взять эту базу данных, взять наши транскрипты и пробластовать. И посмотреть, какие наши контигии соответствуют каким-нибудь белкам из этой базы данных. Чем больше таких совпадений, тем сборка лучше. Если же у нас сборка вообще никуда не попала, то это очень странно. Значит, мы собрали что-то непонятное совершенно. Также еще делают обратную аннотацию. То есть делают наоборот. Берут эту базу данных, картируют на сборку. И тоже считают, скольким белкам из базы данных соответствует контигия. Это тоже важный параметр. И также можно посчитать еще такие метрики, как артолог хитрэйтил, например. Это то есть вот когда у нас есть соответствие нашего сборки, контига нашей сборки к какому-то белку в базе данных. Можно посчитать такое отношение длин, то есть длины нашего контига к длине гена в базе. Чем больше эта величина, тем более полнее мы собрали ген. Очевидно, считается средняя тоже по всей сборке такой величины. И это тоже хороший показатель того, насколько сборка удалась. И еще один параметр – это коллапс-фактор. Если мы собираем какой-нибудь сложный организм, у которого есть очень много паралогов, то есть очень друг на друга похожих генов, то может случиться такая неприятность, что наш сборщик может посчитать, что это на самом деле не отличие между генами, а ошибки секвенирования. И вместо нескольких генов получить один. И это делается с помощью обратной аннотации. То есть мы считаем, сколько генов из базы соответствует одному контигу нашей сборки. И тоже считаем средняя. То есть тем больше эта величина, тем хуже. Собственно, как оценивают сборку в результате? Первый этап. Самый простой. Сначала пытаются посчитать всякие параметры, не используя аннотацию. То есть там процент используемых в сборке ридов путем картирования, число контигов больше 1000 парануклеотидов, число уникальных парануклеотидов N50 и другие всякие статистики. На основе этого пытаются понять, что все ли нормально получилось. Если же есть база, то считают остальные метрики по аннотации. Там самое простое – это просто взять и кинуть контиги на базу и посчитать, сколько совпало. Если совпало 80% сборки, то сборку считают хорошей, больше ничего дальше не делают на самом деле. Тут есть еще по этим параметрам рекомендации. То есть можно, допустим, не учитывать синглитоны, то есть риды, которые не собрались для вот этих метрик. А для этих метрик их надо обязательно учитывать, иначе будет получаться чушь. Еще одно замечание про транскриптомную сборку, что на самом деле, исходя из того, что получается, не очень хорошо ее оставлять вот как есть, то есть считать, что все верно. Лучше на самом деле просто ее пропластовать на какую-то базу. Допустим, если нет никакой похожей, то есть базы белков близкого организма, можно просто взять из NCDI базу данных всех белков, картировать и оставить в сборке только совпавшиеся контиги, а все остальные посчитать странными, отложить их и больше дальше не анализировать. Потому что очень рискованно дальше что-то делать с ними, потому что скорее всего это какие-то, даже могут быть химерные, то есть два транскрипта сложились в один, что очень даже может быть при сборке. И это очень плохо. Какие бывают трудности? Трудности бывают классические. Они очень похожи на трудности с угеномной сборкой. Первая проблема – это загрязнение в исходном образце. На самом деле, исходя из моего опыта, если есть загрязнение, то вообще ничего делать дальше не надо, а лучше переделать данные. Потому что я в литературе не нашел на самом деле ни одной хорошей работы, в которой проект, в котором произошло загрязнение образца, и нужно было делать транскриптомную сборку, и он закончился удачно. Такого я не встречал. Потому что исходя из этого, видимо, собрать ничего хорошего не удается. И результаты получаются гадкие. И еще одна проблема – это если мы хотим собирать, допустим, пшеницу. Пшеница, она гексаплоид. То есть у нее для каждого гена есть три очень похожих… То есть для каждого гена есть три очень похожих параллога. И сборщики обычно что делают? Либо они не могут их собрать полностью, у них там начинается конфликт, и они их разваливают на куски небольшие. Либо же у нас что получается? У нас получается… В этом случае у нас получаются очень маленькие контиги. Либо они считают, что это у нас не разница между параллогами, а ошибки секвенирования. У нас вместо трех получается один ген. И чтобы с этим справиться, люди пишут огромные пайплайны. То есть, допустим, они что делают? Они там собирают каким-то сборщиком, потом пытаются пластеризовать риды по контикам, потом еще другим сборщиком собирают. Вот, собственно, это вот как люди собрали транскриптом тетраплоидной пшеницы. То есть это же не кексаплоидная, а тетраплоидная. То есть это достаточно мучительная процедура. Все равно у них получилось что-то странное на самом деле, потому что они только вот это в статье расписали, а дальнейший анализ они не писали, а аннотацию тоже не представили. И больше я у них ничего не нашел на самом деле по этому поводу. Но сейчас на них все ссылаются и говорят, что вот мы можем так делать. И еще такие проблемы. Это, соответственно, из-за экзоно-энтеронной структуры и наличия альтернативного сплайсинга. Та же проблема, что с параллогими. Очень сложно альтернативно сплайсируемые транскрипты друг от друга отделить. Также еще неравномерность покрытия, о чем я тоже говорил. То есть нам удается собрать только часть транскрипта, а остальная часть просто пропадает. Повторы, но здесь они влияют не очень сильно, потому что у нас все-таки последовательности маленькие, и повторы обычно при данных длинных чтений уже не особо влияют. И есть еще химерные контиги. То есть когда два транскрипта сливаются в один. Такое тоже часто бывает. И на самом деле это очень трудно отфильтровать. Вот здесь еще описание нескольких программ, которые могут быть полезны. Вот, ну все на этом. Да. А можно, пожалуйста, на 25-й слайд, я думаю, что первый слайд у вас будет в качестве. Ага. У меня тут не первый слайд. Вот. Отлично. Можете назвать примерные какие-то числа, что чем больше, тем лучше относительно размера того, что не собираетесь. Так. Так, секунду. На сколько-то мегабаз? Ну, то есть размер генома и число генов. К сожалению, я не могу сказать, что чем больше у нас геном, тем у нас больше генов на самом деле. Это очень сложная зависимость, мне кажется. Нельзя так сказать. Да, значительно меньше. Но у прокриота обычно транскриптомы не собирают. Вот у дрожжей, например, 6000 генов. Где-то 7000. И вот, например, у дрожжей сколько уникальных на самом деле это все от сборщика зависит. Хорошие сборщики дают где-то 80% уникальных. Где-то 3-4 тысячи 5 хороших, хорошо картирующихся должно быть на… Что? Больше тысячи? А, больше тысячи сколько? Процентов 60 должно быть больше тысячи на самом деле. 50. Да. А что делать, если разные сборщики дают разные бюджеты? Здесь много разных историй. Вот недавно вышла статья, которая говорит, что нужно брать их, брать вот эту программу КАП-3, засовывать эти сборки как риды в нее, и она объединяет все более-менее отлично. Они делали это сравнение на растительных геномах, и у них вот как раз эта штука давала самый лучший результат. Там еще есть история с этим самым… Другая есть еще программа, которая тоже позволяет объединять сборки. Ну вот КАП-3 более-более популярна. А для геномной сборки я для бактерий знаю программу MIX. Вот она, кстати, тут тоже есть. Она хорошо собирает для бактерий вместе сборки. Ну, на самом деле не совсем очевидно, насколько они все это правильно делают, потому что они просто сливают сборки, и не факт, насколько это порождает больше ошибок. Все это очень опасные процедуры. Да. Ну, для того, чтобы экспрессию считать, во-первых, нужно сделать повторности, то есть две библиотеки. И что будет со сборкой? Со сборкой будет такая история, что, скорее всего, соберутся хорошо только высокоэкспрессирующиеся гены. То есть если нет генома, то у нас будут транскрипты только высокопредставленных генов. А все, которые низко там, и как они дефэкспрессируются, сказать по сборке денового транскриптома будет очень тяжело. А если вы как-то общаетесь, то есть какие-то транскрипты, ну да, для этого есть достаточно много софта. То есть дальше расскажут на самом деле, как это делать. Лучше отфильтровать хорошо. Да. И лучше не заниматься вот этой ерундой, что мы сейчас возьмем все, что собралось. Я говорю, вот Уэзис, например, там один из сборщиков, он очень любит порождать кучу транскриптов, которых нет на самом деле. И они будут очень сильно мешать в этом анализе. Вот. Кто мешает по полюбилам, как сам мастер-состровикам? А их вот так вот вытаскивают. Есть такой протокол, который нужно нам оставить только большинству этих самых… Белок кодирующих. Ну вот так их отфильтровывают. Нет, там еще есть и белок кодирующих. Нет, обычно вот когда хотят изучать белок кодирующих, их как раз и достают за поля во время подготовки образца. И мы содержим только… Мы анализируем практически только такую РНК во время сборки. Я, честно говоря, не в курсе, как это делается. Я просто знаю, что есть такой протокол и что такая фильтрация. Ее часто делают. Ну да, наверное, так. Все, да. Да, еще у меня будет домашнее задание, но я про него не рассказал, но оно попозже чуть появится. И там будет про сборку транскриптового дрожжи на самом деле. Терабайт оперативки. Там не нужен терабайт оперативки. Я, собственно, занят историей, чтобы это не потребовало терабайт оперативки. Поэтому я немножко с ним торможу. Пока он собирается 2 часа где-то на небольшом объеме памяти с помощью Trinity. Вот. Ну все.